И давайте я расскажу о нашем виде и того, как обстоит сегодня ситуация в этой сфере. Начнем, наверное, с того, с чем мы едва не столкнулись. Мы, на мой взгляд, едва не столкнулись с настоящим утром-коллапсом, поскольку тот объем отходов, который был в России накоплен в последнее время, он, собственно, к этому натренную ввел. Это 40 миллиардов тонн отходов в целом по стране, цифра которая не умещается в сознании, это 70 миллионов новых тонн отходов ежегодно, чтобы было понимание, это ежегодно объем свара увеличился на 500 тысяч гектаров, при этом перерабатывалось всего 4-5 процентов отходов, все остальное просто сваливало, извините, под открытым небом. У нас на конец прошлого года были исчерпаны полигоны более чем в 10 судьях Российской Федерации, то есть больше некуда было складировать отходы. Вся эта сфера была полностью криминализована, это был такой, знаете, черный, абсолютно больницкий сектор, теневой, с левыми свалками, с вереницами мусоров, которые ехали просто в лес, сваливали все мусор, с непрозрачными потоками этих отходов и без такого-либо намека на какие-то мятные цивилизованные практики вроде раздельного сбора мусора, его переработки, технологии замкнутого цикла и вторичного использования сырья. Ну, просто было понимание, что дальше эту ситуацию уйти было просто невозможно. И та реформа, которую мы начали с 1 января, вы знаете, она отважно переносилась, и третий перетрос, в общем-то, можно было как-то тест ставить вообще-то на этом все и ждать просто пока мы зарастем за этим мусором. При этом в реформу входили очень непросто, и я в конце прошлого года был автор поправок, которые, собственно, страховали наши муниципалитеты от того, чтобы Новый год люди вообще на мусорном учебном встречали. Эти поправки дали регионам возможность использовать возможности не только своих региональных операторов, но и региональных операторов из соседних субъектов Российской Федерации, возможности мупов и кубов, бюджетных организаций и так далее. И сегодняшний день нам показывает, что мы сделали правильно. Потому что то, что мы видели по центральным каналам телевидения в начале года, когда порядка десяти субъектов Российской Федерации столкнулись с ним, что после Нового года у них возникли проблемы с вывозом отходов, у нас было бы наоборот. У нас было бы, что десяти бы они не возникли, а все остальные находились бы в такой ситуации. Значит, сейчас, на сегодняшний день, на начало февраля, по данным нашего мониторинга, семьдесят судей Российской Федерации так или иначе в реформу подписались. Значит, шестьдесят из них перешли на новую систему обращения с отходами полностью. Еще порядка десяти находятся в таком режиме перехода. Значит, они по большей части перешли, но учитывая, что каждый регион у нас, практически каждый регион, называемые внутренние зоны. Регион у нас восемьдесят пять, а внутренние зоны с отходами полностью. Поэтому вот они как раз в этой группе из еще десятка регионов. Но в целом семьдесят, и дальше цифра потихоньку растет. Я сейчас скажу, что у нас регионов так или иначе будет уроков написать. Дальше. Значит, к сожалению, я вам нужно констатировать факт, что для многих чиновников на местах, региональных чиновников, реформа означает то, что по их мнению, видимо, вместо одних людей, ну там, а полигоны должны возить другие люди, которые за это берут чуть больше денег. На мой взгляд, это неправильный поскольку. Значит, мы просто наблюдаем за этим очень внимательно. Значит, и вот мы проанализировали, сейчас мы завершили анализ, а сколько регионов у нас в своей территориальной схеме вписали раздельный сбор мусора? Двадцать пять процентов всего. Всего в двадцати пяти процентов субъектов Российской Федерации раздельный сбор мусора помещен в территориальной схемы, то есть там эти потоки раздельно с собранного мусора, с ними понятно, что делать. Если у вас эти баки стоят во дворе, там понятно, что их дальше не свалят на один полигон, гнить снова вместе, а их повезут точно так же, значит, на те или иные предприятия уже по переработке или по утилизации этих расходов. Мы понимаем, что три четверти субъектов Российской Федерации значит, кругово-раздельный сбор мусора ничего не слышали, если назвать вещи своими. То же самое касается еще одного принципиального аспекта, связанного с мусорной реформой. Это обсуждение территориальной схемы размещения отходов с гражданами. Наблюдали несколько дней назад митинги в различных городах нашей страны. Значит, понятно, что численность этих митингов, она оказалась сильно меньше, чем заявляли организаторы, но они, можно сказать, не состоялись там за исключением нескольких субъектов Российской Федерации. Мы понимаем, почему там пришло много людей. Но, тем не менее, если люди выходят, это значит, с ними о чем-то не договорили. Они договорились и понятно о чем. А нужен ли нам здесь полигон? А нужен ли нам здесь мусоросжигательный завод? А нужно ли нам, чтобы к нам из другого региона везли отходы? И так далее. Все эти вещи в течение 13 месяцев уже должны были обсуждаться на публичных слушаниях. По закону мы это подписали. Мы обязали регионы обсуждать это на публичных слушаниях. И, опять-таки, только четверть субъектов Российской Федерации этой митропотой сейчас занимаются. Время идет. У них на это осталось всего 13 месяцев. Потом эта тема закроется. Переутверждение территориальности станет невозможным. А не до этого мы должны пройти через публичные слушания. Но мы видим некую пассивность. Понятно почему. Потому что это очень тяжелый диалог. Очень тяжело собрать людей в зале, когда туда набьется там 800 или 600 человек, и вести с ними вот это обсуждение. А нам полигон здесь необходим? Или мы согласны на то, чтобы здесь в территориальной схеме был не полигон, а мусоросжигательный завод? Или если нам не нравится мусоросжигательный завод, значит нам надо принимать решение о том, что это придется вывозить куда-то, и эта плата за транспортное плечо, она ляжет в тариф. Или нам необходимо перейти на раздельную сбору, когда нам нужно понимать, а кто построит завод по переработке обслуживания и так далее. Это очень непростой разговор. Но лучше вести такой разговор, чем встречаться с людьми в митингах. Это мое мнение. Далее. Что нас еще беспокоит? Тематика тарифов и нормативов накопления. По тарифам мы в конце прошлого года, но эту работу начали еще с лета, мы отработали и часть регионов от не просто кратного, а от десятикратного роста тарифов застраховали. Если вы помните, то больше полугода назад мы опубликовали первый мониторинг, где показали, что вряд ли судей от Российской Федерации готовились взвинтить цены. Там у нас рекорд был 5300 пациентов. Это то, к чему готовились некоторые судей от Российской Федерации. Я написал запрос в федеральную демонопольную службу и Артемий мне прислал ответ, в котором было написано, что они эти тарифы оспорили, заставили их аннулировать и основания. Потому что в состав структуры, точнее тарифа регионами Российской Федерации были включены экономически не целесообразные расходы, а также расходы, не предусмотренные законодательства Российской Федерации. Можете представить, что было погружено в эти тарифы? Ну так, мягко это можно назвать хотелками определенных товарищей, близких очень иногда друг к другу. Поэтому по тарифам мы тогда отработали и нам удалось вот самые такие вопиющие вот эти вот кучаи, их все-таки приземлить. Нормативы накопления. Сейчас мне пришлось уже не в фаза в генпрокуратуру обратиться по поводу нормативы накопления. Потому что там чудеса просто творятся. Чтобы было понимание. Тариф – это сколько стоит услуга по обращению в кубометр мусора в год. Норматив накопления – это сколько человек или организация производит, ну в кавычках, естественно, мусора в год. Эти две вещи умножаются друг на друга, делятся на 12 и становится понятно, сколько с вас берут в месяц. То есть и тариф, и норматив накопления – это множители, которые одинаково влияют на тот платеж, который с вас берут ежемесячно. Смотрим нормативы накопления – разница между регионами в 500 раз. То есть в 500 раз норматив накопления в одном субъекте Российской Федерации отличается от другого субъекта Российской Федерации. Мы понимаем, что так не может быть. Норматив накопления между регионами по многоквартирным домам по индивидуальным жилым строениям в 30-50 раз отличается. Ну блин. Вот. Поэтому сейчас мы с Генпрокуратурой начали уже совместно работать здесь. Дальше, с чем мы еще столкнулись, на что сейчас обратили внимание и расскажу дальше, что с этим предложили делать. Мы столкнулись с тем, что у нас нет дифференциации нормативы накопления. Можете себе представить, что реальные субъекты Российской Федерации для многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений установили одинаковые нормативы накопления. Для домов, которые имеют газовое отопление и печное отопление – тоже одинаковые. То есть нет никакой дифференциации. Мы понимаем, что если печка в доме, то в этой печке сгорает практически все. Там топят в баню, используют для розжига и так далее. Какие там отходы. А у нас получается, что многоквартирник, где на первом этаже в супермаркете, где вам каждую виноградинку завернут в килограмм полиэтилена, положат на подложку из полигнилхлорида, все это завернут в четыре пакета бесплатно вынуждены. И у бабушки, которые с печным отоплением живут, у них не так вот так. Ну, не логично. И еще одна история, которая тоже связана с тарифообразованием и непосредственно влияет на платеж – это тематика оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. Ее берут не из человека, ее берут с регионального оператора. Но региональный оператор выключает в расходы, в себестоимость, а значит нам обратно в структуру тарифа и платежи. Но я просто знаю многих людей в Москве, мне они постоянно пишут и жалуются на это, которые неделями собирают разные мешки, мусор у себя на балконе, отдельно бумагу, отдельно стекло, отдельно пластик. Дальше. В три разных места они на своем личном транспорте везут это и сдают на переработку. Почему у него в структуре тарифа плата за негативное воздействие та же самая, за негативное воздействие на окружающую среду, как у человека, который этим не занимается. не справедливо. Неправильно. Исходя из этого, мы считаем, что людей, которые занимаются раздельным сбором мусора, людей, которые занимаются раздельным сбором мусора, нужно обращать проблему. У нас есть. 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 Продолжение следует...